Всем привет-привет! Я знаю, вы этого ждали. Многие не верили, но она вернулась. Даша ко мне вернулась на маникюр, но, правда, прошло чуть больше полутора месяцев, и принесла... она вот это. Принесла не все ногти. На большом пальце она оторвала ногти, когда гуляла с собакой, и донарастила его в своем городе. Кстати, Даша у нас из Рыбинска. В общем, ей там нарастили похожие, мы сейчас будем его спиливать. И один средний палец она уже сломала где-то за несколько дней, наверное, до визита ко мне. И просто нарастила его прозрачный гелевый типс, и где-то между клиентами на скорую руку. В общем, пора было уже уничтожить вот этот вот кошмар, потому что все уже так отросло, так нельзя носить ногти, конечно, это слишком долго и слишком много. Поэтому сначала все отрезаю с помощью кусачек педикюрованных. У меня стандартный мой стабильный краш-тест кусачек. И дальше переходим к снятию. Хочу сказать, что такой объемный дизайн, конечно, когда снимаешь, придется постараться. Потому что это огромный толстый слой топа, когда я делала вот эти изгибы. И, конечно, пилить там придется очень много. И вот сейчас покажу. Это я спиливаю свои ногти, которые я делала. Да, там есть отслойки. И, блин, знаете, столько не живут. Ну, честно, полтора месяца это уже прям переборный. Но, тем не менее, помним, да, что типсы были вообще поставлены, ну, в обход правил. Они были поставлены под кутикулу. Я у нее спросила, когда начались первые отслойки. Она говорит, что где-то, ну, недели на четвертой, наверное, пошли отслойки. Ну, оно и понятно, да, уже был перебор и длина большая. И нагрузка была на ногти. В общем, ногти пережили. Новый год, праздники, прогулки с собаками. Теперь, кстати, у нее их две. Я надеюсь, ногти останутся, потому что мы сделали еще длиннее. И я прям переживаю за ногти. А вот этот красавчик, кстати, вот он меня заставил попотеть. Это тот, который она переделала. Не то, чтобы там что-то плохо или неплохо, а просто в плане того, что какой-то другой гель ей здесь сделали. Ну, мы не знаем какой, но не смотрела там, ей было не до этого. Она забежала вообще в своем городе в первый бывший салон. И, конечно, мы его спиливали. И обратите внимание, какой я пил. То есть другая абсолютно стружка какая-то вот такая магнитящаяся получилась. Тут пару кадров, как вытяжка засасывает. Я не знаю, насколько это видно, но вроде должно быть видно. Потому что иногда эти хейтеры налетают и говорят, нифига, эти вытяжки не вытягивают. А мне вот все вытягивают, у меня все нормально. Стоит она сбоку. Просто ее ставить нужно. Ну, как бы не вот здесь вот сверху, а вот так вот с бачкой. И тогда все будет ок. В общем, от ногтей мы избавились. Но не избавились от желания сделать их длинными. Поэтому сейчас выполним маникюр. И сегодня у нас будет наращивание опять на гелевые типсы. Да, это по настоянию Даши. У меня вообще-то был план сделать на нижней форме. Она сказала, нет, мы будем делать на гелевые типсы. Ну, человек фанат гелевых типсов. Она, правда, их очень сильно любит. Но она чаще всего выбирает полноразмерный гелевый типс. Это который на весь ноготь. А мы сегодня сделаем крафтовые изики. Это изики-подложки. Специально созданы для того, чтобы имитировать подложку из тонкого геля, который обычно выполняют на нижнюю форму. И потом уже сверху можно делать все, что хочешь. В данном случае мы будем использовать гели от BSG. Это два очень красивых оттенка. Один розовый, другой голубоватый. Хотя его называют мятным. Ну, в общем, там кому как. Короче, пока вы тут досматриваете, как я доделываю маникюр, я вас еще подготовлю по небольшой маленькой распаковочке, потому что у меня тут приехали новые ножницы. Как вы знаете, обычно я работаю ножницами с загнутыми кончиками. Но ко мне приехала серия Стандарт. И я решила, что надо явить ее миру. То есть серия Стандарт говорит нам о том, что это плюс-минус какой-то классический фасон ножниц, общепринятый многими любимый. Вот такая средняя длина лезвия, тонкие лезвия, с колпачком, как всегда, в комплекте, в фирменной упаковке, но уже не черно-красный, а бело-красный. Поэтому не пугайтесь, это не подделка. Здесь я, конечно, их рассматривала со всех сторон, сжимала, разжимала, проверяла ход и так далее. Я любительница вот этого. Мне, знаете, надо, чтобы инструмент шел очень мягко, чтобы нигде не щелкало, не клацкало, и не знаю, как-то там неприятно себя в руках не вело. То есть настолько избаловали мне, конечно, хорошим инструментом, но я благодарна за это, потому что теперь я точно знаю, какие должны быть ножницы, какие должны быть кусачки. В общем, непоним воспитали во мне это прекрасное, чувство прекрасного в инструменте. Такое вот масло масляное. В общем, кому нужно, обязательно заскриньте модель. И я еще добавлю. Естественно, я, кстати, знаете, что там картинки выезжают непросто, так их надо скринить, и потом по вот этому названию, NN, там и так далее, и так далее, вы можете спокойно найти их где угодно. Даже не обязательно заходить на Marketplace, можно просто в поисковике набрать ножницы Нибон Нипперс, S04J, это мои любимые, это не вот эти, вот, и спокойно найти. Хотя эти ножницы тоже прекрасно режут. Я справилась, но я, блин, привыкла к этому загругленному кончику. Буду выходить из зоны комфорта, я любительница. Я раньше вообще ножницами, кстати, не резала. Так, там только что были гелевые типсы, языки крафтовые, я на них тоже ссылку оставлю, потому что они классные. Смотрите, они очень тонкие, прям тонюсенькие. Здесь мы их примеряем, они должны вставать прям от одной точки в росте до другой точки в росте. Вот так они выглядят, они тонкие, их прям жмешь, и они гнутся, так и должно быть. В общем, обезжириваемся, еще раз примеряем поближе, смотрим, что все везде встает. Ставим на контактную зону. Саму контактную зону я не готовлю. Она здесь маленькая, и уже точно проверено, что ничего никуда не отвалится. Возьмем базу, в этот раз решили сделать другое. Попробую базу от BSG, наносим ее тоненькой, она быстро распределяется, достаточно жидкая. Да, не такая каучуковая, как обычно, которую я использую. Но, кстати, ногтям уже недели-полторы, до сих пор стоят, ничего с ними не случилось. Тут мы уже присушиваем фонариком. Я досушиваю сама, и, в общем-то, получаем готовую подложку. Классно, быстро, удобно. Если приноровиться, то гель уже не будет у вас вытекать, и вы получаете действительно аккуратную, ровную подложку. Вот как у меня здесь. И дальше нам останется эти гелевые типсы подготовить к работе с гелем. Тут важно, мне частенько пишут, что отваливается гель от гелевых типс, и что же делать? Так, лирическое отступление. Цифру видите? Стирается вот так вот легко. Мне просто писали, что как же, как же цифры, они вот так вот легко спиливаются просто алмазной фрезой. Хотя, на самом деле, их даже не видно. Можно и не спиливать, но если кого-то это беспокоит, то убирается на раз-два. Но без цифр их нельзя, потому что не будет понятно, какая. Так, тут уже все, я подготовила. Фреза малышка. Ей я здесь все равно прохожусь, потому что я убираю стык и получаю классную основу, идеально для того, чтобы дальше сработать гелями. Пожалуйста, хотите какой-нибудь 3D-дизайн, что-то типа аквариума, кстати, сегодня у нас такое будет, здесь будет смотреться идеально. Типсы будут прозрачные после того, как мы их гелем перекроем, и ничего нам мешать не будет. В общем, обезжирили, и дальше начались копания в блестяшках. Несмотря на то, что в салоне есть куча всяких дизайнов, у меня еще одна коробочка есть с какими-то кусочками. Мы выбирали то ли фиолетовые, то ли ракушка. В общем, в итоге выбрали вот такие блестки, и я наношу праймер. Наношу праймер везде, хочу, чтобы точно все прилипло, нигде ничего не отслоилось. Мне праймер не жалко, и 30 секунд на нем я тоже не экономлю. Дальше у нас опять идет рубер база, или рабер ее еще называют. Ее я наношу в тонкий слой. Это важный момент, нанести эластичную, хорошую, липкую базу под гель. Если вы будете сразу гель выкладывать на гелевый тип, скорее всего, он у вас отщелкнется. Так, вот этот вот красавчик уже почти кончился, но тем не менее, это конфитюр прозрачный, жидкий. Вот есть вот там густые у них гели, а есть более жидкие, да, там низкие и высокие вязкости. Картинку тоже выведу. Я использую сейчас его для того, чтобы на него прикрепить дизайн. Я не буду здесь класть много базы, потому что база какая, ну как хочешь, вот она будет желтеть, поэтому берем именно гель. Я хочу прозрачный кончик. Выкладываем ракушку. Я стараюсь выкладывать так, чтобы не торчали в разные стороны вот эти осколочки. И промежутки буду дорабатывать с помощью блестка. Я нашла вот такие полупрозрачные блестки. В баночке они имели фиолетовый оттенок, но на выходе они почти не имеют никакого цвета, но на свету будут прикольно преломляться. Выкладываем только на кончик, потому что сверху на ложе у нас будет другой цвет. А какой цвет, покажу сейчас. Вот конфитюр высокой вязкости, это с красной этикеткой, а низкий, это который жидкий. Короче, берем высокую вязкость, смотрим, дальше мы все. Красивый, очень красивый цвет. Я прям вообще была от него в восторге. Даша тоже все понравилось. Она пищала от удовольствия. Наносим, но не на весь ноготь, потому что цель сделать такую плавную растяжку из розового именно в прозрачный. Я нанесла тонкий слой и стушевала на нет с помощью той же самой кисточки. А вот дальше уже берем капельку, осторожно ставим и тихонько начинаем распределять. Наша задача затонировать ногтевое ложе и натянуть чуть ниже него таким образом, чтобы натуральный ноготь там не просвечивал и чтобы при носке как бы это было ну элегантно. Да, можно было выложить ложе и опилить его, но это прям уж совсем долго и совсем много. Потом вроде как бы сейчас вот такие растяжки тоже в тренде. В общем, мы решили оставить как-то так. Я натягиваю аккуратно и главное не забываем еще потом кисточкой сделать такие специальные разводы в хаотичном порядке, такие мягкие, кругленькие, вот как сейчас показываю. Это для того, чтобы весь эффект геля раскрылся максимально, потому что эти жемчужные перламутровые, они смотрятся максимально выгодно, если их потом еще кисточкой пошевелить. Вот, отсняла для вас два ноготочка, это уже большой у нас. Блин, не гель, а загляденье, просто мне так он понравился. Вот вроде розовый, да, и с голубым потоном. Вот представляю, как он на темном будет смотреться. Есть у меня один тампон на темный цвет его выложить, но это чуть позже. В общем, здесь я просто уже снимала такие какие-то эстетичные кадры, чтобы можно было побалдеть от того, насколько он красивый. И хочу сказать по поводу вот этих гелей низкой вязкости, которые густенькие, они предназначены для того, чтобы наращивать или укреплять какую-то приличную длину. Это как раз как у нас. И знаете, что у них интересно? Несмотря на то, что они, ну, типа как бы густенькие, они на самом деле очень легко забираются кистью, легко распределяются. То есть такие около тексатропные, я бы сказала, гели все-таки. Бывает густой гель, в который кисть там, ну, не может зачерпнуть, да, не справляется, тянется. А бывает вот такой удобный достаточно в работе, мне понравился. Сам же дизайн я уже покрою более жидкой версией геля. Вот такой прозрачный. Почему ее? Потому что более жидкий гель легче проникает между кусочков дизайна, чтобы он туда провалился и обволакивал полностью каждую вот эту жемчужинку, ну, там, бусинку, что у нас там, пайеточка и так далее. Все, стягиваем наверх. Если объема не хватает, можно еще добавить прозрачного геля, натянуть выше. У нас всего хватило, но хотя на некоторых ногтях я потом чуть-чуть добавляла, чтобы точно все держалось и никуда не ломалось. Вот такой вот гель, видите, он такой жидкий, льется, и еще у него есть недостаток. Блин, он кончается, короче, быстро, потому что я его частенько использую. Кстати, маленький лайфхак. Если что, такой гель можно купить, чтобы разбавлять более густые гели. Поэтому пользуйтесь. Снова выравниваю, распределяю, и, конечно, это такое эстетическое для меня зрелище. Мне прям очень понравилось. Ну, как вы знаете, этот момент, когда ты аквариумный дизайн перекрываешь прозрачкой или топом и думаешь, блин, как классно, как получилось красиво. Вот, кстати, вам изнаночка. Вот так она выглядит. И пока тепленький, не забываем, что можно его тихонечко прожать для того, чтобы ногти смотрелись уже. И, несмотря на то, что типа как бы у нас безопильная выкладка, естественно, понятное дело, что я, конечно же, буду пилить. Ну, я не могу не пилить. Я считаю, что опил это наше все, хотя бы такой небольшой, какой-то минималистичный, но тем не менее. Принцип моего опила очень-очень прост. Я подбираю параллель, параллель, и дальше сверху начинаю ровнять. Вот таким вот образом, как сейчас показываю. Но хочу сказать, что мой опил под камерой, и мой опил вне камеры очень сильно различается. Ну, блин, неудобно там пилкой, вот сильно не не получается ей работать в той амплитуде, которой нужно, да, потому что ты берешь пилку и хочется ей просто в разные стороны махать. В общем, смотрим. Красота! Ну, скажите, классно, да? Блин, я вообще просто, я так кайфанулся этих ногтей. Мне так нравится, что голубая ракушка, розовый гель с голубым переливом, плюс вот эти полупрозрачные переливающиеся пайетки. Да, еще добавим туда заниженные экспозиции и получим все вместе огромное удовольствие. Гель очень прозрачный. Посмотрите, вот эти блесточки, пайетки, они как будто там плавают. Важно, чтобы точно было прозрачно. Гелевые типсы советую перекрыть с другой стороны тоже. Да, вот таким вот образом это делается достаточно быстро, то есть, ну, не знаю, там 30 секунд делов и у вас блестящие и красивые ногти с обеих сторон. Ничего не отколупывается и не отщелкивается. Это опережая ваши вопросы. Но какова красота! Я просто вообще, мне хотелось составить все эти кадры. А я на самом деле снимаю обычно почти все ногти и потом сидишь и думаешь, блин, какой бы вырезать, какой бы убрать, потому что получается слишком длинно и получается слишком много. Но тут было просто вот, ей-богу, жалко, красота. А это еще не все, вы знаете, да, у нас вторая рука есть. Да, маслом мы сейчас все закончим. Это вообще только середина видео, потому что на второй руке у нас будет совсем другая история. Наносим масло, там массаж, все дела, снова минутка любования. И я считаю, что такой дизайн сделает вообще абсолютно любой мастер. Это настолько несложно, это очень просто. Вам понадобятся только гелевые типсы, подложки и очень красивые гели с эффектами, как у меня. На все, что использую, я обязательно оставлю ссылки вот там в описании, внизу. Надо его раскрыть через кнопочку еще. Господи, я не могу туда не смотреть. Короче. А, да. волосы. Мы пока делали одну руку, на вторую произошло вот это. Я говорю, это что такое? Она говорит, я не знаю. Вот. И мы смеялись очень долго. Я предложила закатать, чтобы это было как дизайн. Она почему-то отказалась. Я не знаю. Мне кажется, очень креативно. Могли бы закатать волос с него и был бы такой креативный дизайн. Ну нет, короче, мы все это стерли и сейчас будем сюда делать совсем-совсем другой дизайн. Здесь конфитюр номер 14 и он голубой, но с розовыми блестками, то есть с розовым отливом. Короче, вот такой гель наоборот. Хотя вроде он у них мятный называется, но я его вижу голубым. А вот так вот вроде раскладываешь, как будто немножко есть зеленоватый потом. В общем, в моей голове он голубой, красивый. Подложка есть. Дальше ставим капельку. Вот так вот, да, зеленит немножко на камеру. Но в жизни он более такой голубоватый. В общем, какой бы он там ни был, это не важно, потому что он очень-очень классный. Пузыри сейчас уберу, там все нормально будет, за это не переживайте. Я знаю, что перфекционисты недавно про пузырик тоже маленький написали под моим видом. Вот как раз пока я здесь размешивала, делала узоры, все пузыри у нас и ушли. И точно так же просушили и поджали. Красивый, длинный. И да, мы выполняем дизайн вообще полностью на всю длину гелевых типс. Вот такая она у нас. Любят длинные ногти и не боятся потом они халились, засращивают то, что что-то только с ее ногтями уже не было. Уже был выдран один раз этот ноготь. Ох уж, эти прогулки с собаками. Кстати, между прочим, прогулка с собаками и поводок собачий очень частая причина срыва ногтевых пластин. Вот по статистике, да, у меня было много таких случаев. Напишите в комментариях еще из-за чего у вас клиенты ногти оторвали. У меня была одна, которая кухню так чистила, видимо, просто очень-очень интенсивно. Очень часто бывают, кстати, варианты, когда я заправляла постель, да, ну туда вот заправляла, затыкивала просто, и тоже ноготь туда затыкнула. Я сама лично отрывала, когда то ли снимала, то ли одевала джинсы, я не помню, то есть что ты там с этими джинсами делала. Поэтому пишите у кого какие-то там случаи бывают именно в плане вырывания ногтей или может у кого-то там на собственном опыте. А сейчас посмотрите, ну какой классный, ну красивый, вообще невозможно просто, неимоверно. Не могу. Видите, если его не потромашить, там практически нет этого рисунка, поэтому важно потом еще кисточкой это сделать. Кисть, если что, страйпер, тоже белеевская. В интернете есть, там просто набираете страйпер и все находите. Блин, мне так это нравится. Я прям готова эти гели просто вот так вот выкладывать в один тон и все, и балдеть с них, потому что, ну вот, насколько это индивидуально, насколько это уникально, да, как какой-то вот природный рисунок камня. Невозможно повторить, но всегда красиво. Я знаю, что даже если 10 мастеров будут делать его одинаково и пытаться делать одинаковые движения, все равно у всех получится это по-своему. И это поистине прекрасно, это очень здорово, потому что это ручной труд, это индивидуальная работа. Кстати, по поводу этого геля, да, сейчас пока френч рисую, я знаю, сейчас какой будет вопрос, что за кисть, кисть 18 мм волосок найдите на маркетплейсах. Я просто не могу на все давать ссылки, я вам по секрету скажу, потому что, чтобы дать официально в открытую ссылку, у меня должно быть разрешение на рекламу. Вот, а кисточки за 163 рубля не хотят давать мне официальное разрешение на рекламу, а я, скорее всего, даже не знаю о моем существовании. Ну, то есть, короче, там пока никак, поэтому 18 мм волосок просто ищите в интернете. Прошли те времена, когда можно было сказать, ой, смотрите, какая классная штука с Вайлборис у меня есть. Нет, теперь за это надо по шапке, поэтому, ну, как бы могу официально дать ссылку только на тех, с кем официально работаю. Вот и все, вот и все. А у нас уже почти получился френч. Я его, кстати, рисую белым гель-лаком. Вот на гель-лак могу ссылку дать имень. 62-й классный гель-лак, рисует быстро, супер-супер белый, никаких проблем, точно просыхает, ложится в тонкий слой. Вот такой вот лачок, я прям люблю. У нас весь салон им только френчи и рисует. Чудеса, красота, люблю, красиво. И я считаю, что на такой форме ногтей френч смотрится интересно. Я понимаю, что сейчас найдут те, кто скажет, ой, какой кошмар, как ими вытирать все места, какие они длинные. Но для людей, кто любит длинные ногти, то есть я бы, например, себе такие не сделаю сейчас, потому что не то настроение. Я сейчас вот, ну, здесь молочная, здесь вот красненький. Так были времена, когда мне хотелось. А может быть, еще захочется. Но это не хорошо, не плохо, это просто вот так вот есть. В общем, с кисточкой разобрались, что я там говорила, про лак сказала. Да про все, по-моему, сказала. Ну, по френчу, мне кажется, вообще не должно быть вопросов. Да, полоска, полоска, скруглили, все, усы на одном уровне, и красота готова. И, в общем, на выходе у нас получилось, что одна рука такая голубая, голубовато-зеленая с розовыми переливами и френчем, а вторая рука у нас получилась розовая с голубым подтоном. Здесь, кстати, очень смешной момент. Я надеюсь, что вы его заметили. У Даши есть такой нюанс. У нее не очень огромные ногти, потому что пальцы у нее в разные стороны. С одной стороны их делаешь, они ровные, переворачиваешь, с другой стороны не очень ровные. Мы пытались как-то это эстетично все снять, как-то повернуть. Я в курсе, что вообще эстетичные фотографии ногтей это вообще не мой конек. Я признаю и как бы, ну, просто живу с этим. Что поделаешь. Не все умеют это делать классно. Мы крутили, вертели, даже пытались как-то это даже смеяться, потому что у нас, как обычно, ничего не получается. Это я ее не электрошоком бью, если сейчас все нормально. Ой, я не могу. Просто мы и так, и так. Ну, как видите, пальцы смотрят в разные стороны. А вообще, как будто я такие кривые сделала. Ну, они никогда не получаются ровными. То есть, если вот они с этой стороны ровные, то они с этой стороны. То есть, вот у меня ровно пальцы, у нее так не получается. Ну, это анатомическая особенность, это не болезнь, понятное дело. Ну, просто вот оно вот так. Ну, тут я рада просто, что вот они прозрачные, красивые. просто полюбоваться. Нам хорошо, как говорится. А вот вторая рука, просто она никак не снималась вообще. Мне хотелось снимать только крайние пальцы, потому что они были ровные. Потому что вот эти два, они друг от друга хотят убежать. Ну, вот у них план такой, они не планируют быть вместе. Вот, видите, я пытаюсь их убрать. Я потом в интернете увидела лайфхак со скотчем. Я думаю, что в следующий раз попробую. Там приклеивают прозрачный скотч вот сюда, и потом переворачивают и пальцы вместе. Вот, видите, указательные средние голубенькие, они не соединяются. Ну, то есть, вот так вот она смотрит, они ровные, а вот так они ни в какую не хотят. Поэтому смотрите на другие. Те показывать не буду. Те позорные. Красивые, но позорные за счет того, что они никак не соединяются. Фух, вроде все рассказала. В общем, ссылки в описании. Давайте обсуждать, давайте делиться, ставить лайки, писать комментарии. Да, вот так из всех зафиксировать вообще будет нормально. Но не работает. Ну, такой прикол, да. Я знаю, сейчас напишут, ой, это ты Лаврентьева наращивать не умеешь. Блин, могу дать Дашу номер и нарастить ей ногти. Получится, если у вас по-другому, я прям буду рада. Но у нас пока еще ни разу не вышло. Вот. В общем, всем большое спасибо за просмотр. С вами была Лаврентьева Алена. Всем пока-пока и не забывайте берегите себя и свои ногти. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.